Сколько же бесплатной ценнейшей информации, накопленных трудом и потом, я сейчас просто так расскажу. Но я не жадина. Всем привет. Кто меня не знает, меня зовут Саша Тесланд. И сегодня я вам расскажу о том, как я буквально за 7 месяцев выучил язык с А1, то есть вообще нулевки в английском, до Б2 вполне приличный уровень, который даже позволяет учиться в университетах Англии всего за 7 месяцев и не потратив ни одной копейки. Но перед тем, как выложить всю эту ценную информацию, я вам правда советую подписаться на мой канал. Хотя бы за мои старания, что я так стараюсь для вас, делаю полезный контент и развлекательный тоже. Правда, подписывайтесь. И в комментариях я открываю дискуссию про английский, как вы его учили, как вы его учите, ваши истории, полезные ссылки. Всем это будет полезно и интересно почитать. Я надеюсь, что вы поставите мне лайк, чтобы хотя бы не потерять эти все полезные ссылки, потому что такое зачастую бывает. Все ссылки будут в описании, а вы обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. Я очень для вас старался. Поехали. Я обязываюсь вон так! В этом видео я вам расскажу, как я это сделал, все бесплатные ресурсы, которые я знаю и которые вам могут помочь. Также здесь будут приятные приложения, всякие полезные ссылки, мои личные лайфхаки, которые мне помогли. И как перейти в языковой барьер. В принципе, как начать изучать английский, если ты ничего не знаешь. Так тем более еще и бесплатно. Вначале я хотел бы рассказать вам про свою историю, как я учил английский. А всю мою жизнь, вполне стандартная история, у меня был английский в школе. Я его учил со второго класса до пятого, еще в садике учил. Мама у меня закончила университет английский. Но до пятого класса я вообще ничего не знал. Прям вообще. Мой уровень был cat-dog father-mother. Потому что невозможно научиться английскому в школе, где у тебя всего три часа в неделю, где еще сидят пятнадцать олухов, таких же, как ты, ничего не понимающих. И один очень нервный учитель, чаще всего, совершенно не проявляет никакого желания и не заставляет тебя полюбить этот интересный и очень даже полезный язык. А в пятом или в шестом классе приходит моя бабушка и говорит мне, Саша, ты хочешь поехать в Англию? Это была уже вторая моя поездка в Англию, но тут она отличалась от первой тем, что я бы туда поехал на месяц, жил бы там в семье, учился в школе. Цель поездки, правда, изучение английского, нежели туристические виды. Поэтому в тот момент я офигел. И, конечно же, я сказал, да, это так круто, это так пафосно сказать, а я учился в Англии. И так как я понимаю, что я там буду учиться, я не хочу ничего не понимать, потому что бабушка потратит огромное количество денег и сил на это, чтобы я туда поехал. И я не могу так ее подвести. Я не могу сказать, что моя мотивация была от страха, просто на самом деле мне хотелось там все понимать. Мне хотелось быть не тем самым человеком, который будет спрашивать, что он сказал, что он хочет от меня. Мне так совершенно не хотелось, поэтому я выучил английский. Это был январь, а сама поездка планировалась в июле. И с этого дня я активно стал изучать английский. Просто пытался его найти на всех ресурсах, на ютубе, в инстаграме, в гугле, всякие тесты. Более подробно об этой всей части я расскажу чуть позже. Единственный секрет, как за такой короткий срок, не вложив ни рубля в это, я смог так быстро выучить английский. Сам секрет этой эффективности, это мотивация. Понимаете, большинство из вас, наверное, уже пробовало учить английский, но забрасывало. Ой, бывают разные причины этого. Но самое главное, наверное, у вас не было действительно мотивации. Как бы это ужасно ни звучало, я ненавижу сам по себе слово мотивация, продуктив, но тут мне придется это использовать. Вся моя лента в историях в инстаграме опошлилась этим словом, мне правда очень плохо с этого. И поездка в Англию, а именно там быть тем, кто будет понимать людей, не быть тем человеком, который будет хлопать глазами, говорить вот, или включать транслейтор, чтобы что-то сказать. Это и была моя мотивация. И знаете, она была вполне точная, она была вполне осязаема. В некотором плане даже я могу сказать, что это мотивация от страха. Но она была очень точно сформулирована. То, что, скорее всего, вы никогда не делали, когда учили английский. Чтобы эффектно... Эффектно, это уже пароним, это ошибка в русском, когда готовишься к ИГ. Чтобы эффективно учить английский, нужно, чтобы вы имели точную, конечную цель. Должна быть точка, к которой вы будете идти, к которой вы будете понимать. Возможно, это какой-то конкретный балл на каком-то экзамене. Сдать экзамен АЛС, например, на 7.0. Это С1 уровень. И вы к нему идете. Вы на него прописываете некоторый план ваших шагов. И каждый день посихоньку за ними идете. Но это точная цель. Нельзя учить английский просто... Английский это полезный язык, все на нем говорят. Нет, вы должны понимать. Например, вы хотите посмотреть в оригинале свой любимый фильм. Который снят на английском языке, но вы его смотрели только на русский. Если вы поставите себе такую цель, вы дойдете к результату, скорее всего, точно. Нежели без нее. Я ни разу не видел человека, который выучил английский просто так. И так на самом деле в любом деле. Вы должны себе поставить какую-то промежуточную цель. Также это может быть, например, я не знаю, прочитать в оригинале своего любимого автора. Там, знаете, Стивена Кинга. Вы его очень любите. И вы хотите прочитать ее, как он на самом деле это задумывал. Или, например, понимать, о чем поет Тейлор Свифт, ваша любимая там певица. Они могут быть смешными для кого-то, но главное, чтобы они были важными и ценными для вас. Если вы в самом начале пути уже выбрали свою мотивацию, у вас встает вопрос, как же изучать английский. Ну, еще гораздо приятнее изучать его бесплатно. И об этом сейчас я вам всем расскажу. Я умею отзываю воно! Перед этим я бы хотел сравнить английский с телом человека. Английский – это тело человека. Сначала у вас есть кости, потом вы наслаиваете на них мышцы, и только после этого занимаетесь каким-то марафетом. Все нужно делать постепенно. И самое главное – это кости. База английского языка. Это первая нулевая грамматика. Какие-то самые общие фразы, бытовые темы, словечки. Нельзя учить, например, сленг, не зная там самых банальных основ, типа present simple. Нельзя учить акцент, не зная, как сказать, у меня хорошее настроение. Так невозможно. Эти знания не нужны вам без первых самых основ. Я умею отзываю воно! Давайте начнем с полезных приложений. И самые первые основы вы можете получить в таком замечательном приложении, как Дуалинго. Я, мне кажется, являюсь не штатным сотрудником Дуалинго в рекламном отделе, потому что я каждому его советую. Многие почему-то его не любят, но на самом деле в такой полуигровой форме прохождения этих рубляшков вы сможете застолбить какую-то информацию в вашей голове. От зубка будут отскакивать фразы, какие-то полные предложения, слова. Заучиванием в игровой форме вы сможете почувствовать уверенность в понимании английского, что вы знаете уже, как точно что-то сказать, которое вам поможет в будущем уже узнавать более сложные темы. Он по кружочкам. То есть там в одном кружочке 5-6 уроков по одной теме. Например, есть там семья, какой-то вокабуляр, и еще к нему же есть, мне больше всего в Дуалинго нравятся, его полезные ссылочки. А именно там какой-то лист с грамматикой, объясненной на пример. Все очень круто, тезисно, с картинками подобрано. Там задействованы все навыки английского. Вы будете говорить, писать, слушать. Поэтому он хорошо так обхватывает изучение английского. Также мне нравится, что он постоянно присылает уведомления, задалбывает вас, что сохраняет некоторую вашу частотность. Очень важно в изучении английского в самом начале сделать его приятной и полезной привычкой. И Дуалинго очень в этом помогает. Там, во-первых, есть эти всякие уведомления, что сова соскучилась по вам. Мало того, для тех, кто Овен, Лев, я не знаю, кто еще любит конкуренцию, там есть такая система, как бронзовая лига, потом серебряная, золотая, изумрудная, рейтинг учеников такого же уровня, как и вы. И чтобы попасть в следующую лигу, надо оказаться в первых десяти учениках. И вы смотрите, блин, там я на одиннадцатом месте, а у Кати, которая на десятом, всего на два урока больше пройдено. Ну, пройду их. Это, конечно, немножко такая оси-мотивация, но на самом деле во многом она тоже может помочь. Next! Это мое самое, наверное, любимое приложение в изучении Агдискова, и оно подойдет как новичкам, так и продолжающим. Это Lingaleo. Мне очень в нем нравится то, что в нем есть куча текстов, которые вы читаете. И вы можете выбрать текст на любой вкус. Цитаты знаменитых каких-то крутых людей, научные справки. Также там есть литература, сказки, какие-то рассказы. Можете найти текст под ваш интерес. И самое крутое, что вы нажимаете на слово, он вам показывает несколько вариантов переводов. Конечно, не всегда правильных, но львиная доля у всех этих слов правильно переведена. И потом эти слова, есть отдельные тренажеры на их отработку. То есть вы должны несколько раз написать слово по буквам, выбрать правильный вариант. Это все очень-очень круто для запоминания. Там, правда, крутые алгоритмы для этого. И также там есть, знаете, TED-токи, что тоже очень рекомендую. Про космос что-то интересное, про биомеханику тела. Такие сложные темы, объясненные доступным актуальным языком. Там есть субтитры. И вы можете нажать тоже на любое слово, и оно пойдет в ваш словарик на отработку. Вы все равно сможете зайти во весь свой словарик неизвестных слов. Как показатель вашего прогресса, какое огромное количество слов вы уже выучили, что всегда приятно. Нужно, правда, радоваться маленьким успехам. Понять первый подкаст свой на французском услышать, послушать. А прочитать первую книжку. Это были маленькие мои цели и маленькие победы, которые меня всегда держали в тонусе. Вы, правда, должны себя хвалить, чтобы у вас все дальше получалось. Еще есть такое крутое приложение для запоминания слов, Изи Тен. В нем сначала вы тоже проходите тест, а потом он вам предлагает каждый день по 10 слов, которые за день вы должны выучить. Очень круто, что там есть уведомления, которые вам приходят эти слова, которые вы должны сегодня выучить. И вы их видите все равно перед глазами. О приложениях, наверное, на этот момент все. И дальше мы переходим в блок полезные каналы на ютубе. Перед этим маленькая предыстория. Когда я изучала английский, у меня было миллион всяких ресурсов. Потому что когда ты начинаешь, ты должен учиться скорее русскоговорящих, которые учат английскому. Они могут объяснить тебе первые азы. Потому что невозможно, не зная ничего, слушать носителей, которые тебе пытаются легкими словами объяснить, но ты даже эти легкие слова не понимаешь. Нельзя пренебрегать этой возможности. К чему же я это рассказываю? Когда я изучал английский, такого было пруд-пруди. Хоть это и было там 5 лет назад, сейчас этого еще больше. А вот с французским, который я изучал год назад, кто не знает, я вот выучил французский, такого было очень мало. Буквально 2-3 канала стоящих и обчелся. Потому что английский, правда, самый конкурентоспособный, он везде. Знаете, я сегодня ехал в метро, я увидел 10 пакетов с английскими буквами, подумал, хотя я живу в России. Немного странно. Вот, английский настолько захватил мир. Поэтому так много всего. Каналы на ютубе, это и есть на самом деле причина не платить всем вашим репетиторам. Там вы найдете того самого идеального, у которого миллион уроков, которые рассказывать так интересно. Настолько, что вы, правда, все хорошо понимаете. Я, правда, не очень понимаю, когда люди говорят, что английский можно выучить только с репетиторами. Но я никого не осуждаю в любом случае. Первый, который я хотел бы вам подсказать, это Skyeng. Мне он безумно нравится, особенно старая его версия с Таней Стариковой. В какой-то момент это, правда, стало моей любимой, там, традицией. Это увидеть их уведомления, сразу пойти смотреть, потому что я, правда, признаю огромной любви к Тане Стариковой, а именно каналу Skyeng, что он, правда, меня так выручил. В этих видео Таня разбирала английский, на примере на тот момент популярных сериалов, кино, новостей из шоу-биза. И там всегда была интересная, полезная грамматика и вокабуляр. Все было в такой непринужденной атмосфере. Правда, это было вполне очень развлекательно, но при этом еще и полезно. Мое самое любимое видео, это разбор клипа Taylor Swift, где они подсказали, рассказали, что именно в этом клипе в English Show мне больше всего нравится грамматика. Были видосы, именно не просто сидел человек, как я записывал, а именно была какая-то анимация, где на всяких примерах показывали, например, разница Present Continuous от Present Simple и много всего такого, и там есть грамматика как для самых начинающих, так и уже для продолжающих. Они очень яркие, недолгие, и плюс у них тоже есть разборы всяких сериалов, кино. Такое же дополнение приятное к Skyeng. Мне они тоже очень в этом плане нравятся. А когда ваш уровень уже перешагнет за грань Cat, Dog, Father, Mother, то есть станет какой-нибудь B1, B2, тут я вам сейчас сначала расскажу про уровни. Есть интернациональная шкала оценивания уровней языка. Она работает во всех языках. Что же в нее входит? В нее входит только шесть уровней, начинающихся от A1 до C2. То есть A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1, то есть самый начинающий, A2 уже знает первые азы, B1 может почти спокойно разговаривать на бытовые темы, поддерживать диалог, понимать его. B2 уже это прям может делать спокойно, прям непринужденно, может учиться в университетах зачастую на бакалавре. Это самая первая ступень университетской жизни. А C1 это уже для таких, да такие лингвисты почти уже, я могу сказать. Для тех, кто учится на магистратуре, чаще всего просят C1. Это уже очень такой высокий уровень, который вам позволяет разбрасываться терминами. На C2 это уже какие-то, я не знаю, это те, кто Шекспира исправляет. Есть всякие языковые экзамены, которые вам могут помочь. Есть два типа экзаменов, есть именно на уровень, то есть вы сдаете экзамен на B2, вы пройдете порог или не пройдете. Или есть мультиуровни, такие как IELTS, например, где ты можешь, ты приходишь, ты пишешь тест, и ты можешь получить любой уровень от A1 до C2. И когда ваш уровень станет буквой B, B1, B2, я вам крайне рекомендую уже начать тихоньку, вникать и переходить этот барьер английского языка, начать его супер слушать. Вначале, я вас заверю, у вас ничего не получится, вы будете плохо понимать, вы будете беситься. Но раз за раз у вас все будет лучше. Вы можете начать со свинки Пепы, когда вам уже наскучит эта свинья и ее проблемы, как она валякается в грязи, приходите к BBC Learning English, а именно к их 6-минутным подкастам. Они есть абсолютно все темы, от космоса до того, какой кофе лучше пить или не пить. Он адаптирован для изучающих, а именно там обсуждают тему. Не просто два англичанина для английского радио, нет, они это делают именно для изучающих. Они собирают каких-то 5-6 полезных выражений, во время этого подкаста их объяснять и в конце еще раз называют. Я вам очень рекомендую начать смотреть видосы не русскоговорящих про английский, а уже англоговорящих про английский. Есть такой очень крутой канал на YouTube, он называется EngVid. У них есть куча всяких учителей, есть более британский английский, американский английский, по произношению, который отдельно работает. Это мой самый любимый Джеймс, он невероятно харизматичный. У него есть куча роликов про то, как заменить слово верить 20 способами, то есть, который улучшит ваш вокабуляр. И самое крутое, когда ты учишь английский на объяснениях по английскому, что прокачивает уровень. Вначале-то, конечно, всегда тяжело, все у вас получится, я в это очень верю. Общие лайфхаки в изучении английского, которые мне очень подошли, как бы вот вам не приносило такого триггера из школы, но, правда, я рекомендую завести тетрадку по английскому. Она будет вашей любимой, где вы будете все оформлять так, как вам нравится. Грамматические приколюхи, интересные слова, выражения. Также, когда вы уже закончите эту тетрадь, вы ее так пролистнете со слезами ностальгии. Когда-то я не знал, как будет солнце сияет, а теперь я знаю, как сказать. Я видел солнце, которое сияло вчера на протяжении трех часов, и мне это нравилось. Понимаете, вот так вы очень круто будете помечать свои маленькие, но большие на самом деле победы. Когда вы будете думать на этом языке, настаиваю, чтобы вы попробовали представлять перед собой эти фразы, как будто они нарисованы в воздухе. Во-первых, когда вы будете писать, вы, скорее всего, не будете делать ошибки, потому что, когда ты не знаешь, как написать это слово, ты сразу его зачекаешь. А, все. Потому что оно тебе в момент понадобилось, и ты в момент это использовал. Так очень круто происходит запоминание. Вот, ты будешь представлять слова, фразы перед собой, и, во-первых, избежишь каких-то глупых ошибок. Попробуйте окружить себя английским, перевести свой телефон на этот язык. Потому что слова же написаны на русском в вашем телефоне, и вы знаете, и вы даже не обращаете на это внимания. Но когда вы переведете свой телефон на английский, вы узнаете очень много полезных слов. Все дни недели точно у вас запомнятся, я вам гарантирую. В приложениях. Например, знаете, многие учат английский по играм. В всяких стрелялках. Слово «дамаг» мои одноклассники все знают. Все знают слово «хил». Они учили просто потому, что так все говорят. И видят перед собой, они даже не отдают себя. Думают, что как будто это уже русские слова. Окружить себя английским можно не только переведя свой телефон, а именно в своей квартире. Вокруг себя. Наклейте стикеры на все вещи, которые видите. Название этих предметов на английском. То есть, например, на свечку пишите «кэндл». Из-за того, что они будут всегда перед вашими глазами, вы будете видеть сразу картинка, предмет. Я вам гарантирую, вы тоже быстро будете запоминать слова. Вы можете выражаться уже на английском языке. Найти себе друга по переписке. Тот самый Бен, только существующий, правда, с какими-то интересами. Чтобы вы писали письма не впустую, а чтобы вам отвечали. Есть такое приложение «Hello Talk». Есть англичанин, который учит русский. А вы учите английский, но вы русский. И вы можете сделать такой некоторый бартер. Один час в неделю я с тобой на русском болтаю, а один час в неделю ты со мной на английском. И вы даже не представляете, возможно, это будет ваш будущий муж. Мне кажется, есть такие истории 100%. Вот от самих носителей вы будете переменять на себя эту культуру. Вы поймете их образ мысли, вы поймете после этого, почему они так строят предложения. Также в вашем городе, в любом городе, я уверен, есть всякие English Club, а именно клубы по английскому, где там раз-два в неделю собираются разные люди и все это время разговаривают на английском. Они бывают либо бесплатные, либо вообще там за какую-то копеечку. Вот здесь, наверное, у вас вопрос. Саша, когда ты расскажешь, как перейти в языковой барьер? Хочется сказать, никак. Перейти через него невозможно. Вы должны с ним столкнуться и пройти с ним. Некоторое время путем того, что вы будете набираться опыта общения с кем-то, переключиться на уже носителя, где вы от страха будете вспоминать такие слова, и вы будете так стараться его понимать, потому что по-другому объяснять не получится. И только путем пробования, 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 как это ужасно и банально не звучало, у вас получится это сделать. Или какой-то из небанальных путей, ходите в бар, напейтесь, найдите там иностранца. Когда пьяный, ты говоришь на английском, ты вспоминаешь такое, чтобы никогда в жизни не вспомнил. Я не рекомендую на 100% каждый раз напиваться, чтобы говорить на английском, но, возможно, вы скажете, блин, ну я уже это раз смог, значит, я второй раз смогу. Вам будет в плане проще. А хотел бы закончить я этот ролик просто словами того, что самое главное в изучении чего-либо, неважно, английский, информатика, что угодно, это регулярность, это некоторая цель, план изучения. Попробуйте разное, выберите то, что вам правда нравится, обозначите какую-то точку, к которой вы хотите идти, попробуйте сделать его комфортным для себя. Просто задайте себе вопрос, что вам интересно, как-то сделайте коллаборацию ваших интересов с английским. Только так у вас что-нибудь получится. Про сам английский я это не сказал. Он достаточно простой, он логичный, поэтому он международный. И никогда не задавали себе вопросом, почему же английский самый популярный язык в мире, потому что он не такой сложный. Например, русский бы никогда не стал самым популярным языком на планете, потому что он суперсложный. Он не подходит под формат быстро выучил, быстро начал говорить. Английский супер подходит, там все логично. 2 плюс 2 это 4, нежели как у нас 2 плюс 2 в русском. Это куча исключений, это какой-то оранжевый. Надеюсь, что вы воспользуете всей информацией, которую я вам сказал. Надеюсь, что вам понравился этот ролик. И вы хотя бы поставите на него лайк, чтобы не потерять все эти полезные ссылки. Подпишитесь на меня, потому что здесь много полезной информации. Например, у меня последний ролик про то, как прошел мой первый раз. Я продал душу, чтобы этот ролик вышел на канале, поэтому прощания не будет, все. Спасибо большое, что посмотрели. И спасибо Богу, что он вышел.